Мирные жители Горловки теперь имеют возможность регулярно получать гуманитарную помощь Рината Ахметова. Из-за постоянных обстрелов единственный пункт выдачи продуктовых наборов приходилось время от времени закрывать. Поскольку потребность в продуктах крайне высока, гуманитарный штаб увеличил объемы доставки наборов для выживания. Рассказывает Юлия Мишакирова. Точка раздачи гуманитарной помощи Рината Ахметова в Горловке пока единственная на весь город. Из-за интенсивных обстрелов работу пункта приходилось не раз приостанавливать. Нуждающихся так много, что очередь на получение талонов расписана на недели вперед. Маме 94 года, вот я за нее получила. По данным гуманитарной карты Донбасса, 56% жителей Горловки испытывают острую потребность в продуктах. С начала работы штаба волонтеры раздали здесь почти 50 тысяч наборов для выживания. На неподконтрольной Украине территории Донецкой области действуют 29 пунктов выдачи гуманитарной помощи Рината Ахметова. В Донецке волонтеры подвозят новые партии продуктовых наборов на пункты выдачи практически ежедневно. На точке в Киевском районе Донецка в очереди с самого утра около сотни человек. В течение дня сюда приходят все новые люди. У нас ежедневно до полутора тысячи людей. Полторы тысячи, ну может быть немножко меньше. Большинство дончан, которые получают помощь, это пенсионеры. Продукты нормальные. Сняли консервы и все-все нормально, все непросроченное. Чтобы обеспечить динамику и масштаб выдачи помощи, штаб привлекает волонтеров. Они помогают в разгрузке, регистрируют благополучателей, раздают продуктовые пакеты. Ежедневно полторы тысячи волонтеров гуманитарного штаба Рината Ахметова работают над тем, чтобы 70 пунктов выдачи гуманитарной помощи в Донецкой и Луганской областях работали бесперебойно. Дончанка Вера Митюкова решила стать волонтером, находясь в декретном отпуске. Девушка с друзьями и до начала военных действий на Донбассе участвовали в благотворительных акциях. Если не мы, молодой коллектив города Донецка, то кто? Нашим пенсионерам, нашим родителям будет помогать в сложившейся ситуации. В фокусе внимания гуманитарного штаба одинокие люди. Пенсионерка Тамара Соломатина мужа потеряла 9 лет назад. Осталась без поддержки родных. Мне очень трудно, потому что я одна, у меня никого нет. Если бы мне эта помощь, я не знаю, что бы многие делали. Вся пенсия Тамары Васильевны, это 1100 гривен, идет на оплату коммунальных услуг и покупку лекарств. А этого продуктового набора женщине хватает на месяц. Пенсионерка показывает, как живет большинство ее сверстников. Пожалуйста, ничего нет. Крупы из продуктового набора женщина откладывает на черный день. Сегодня в меню макароны с килькой. Что нам надавали? Тамара Васильевна умудряется не только прокормить себя, но и помочь другим. Если у меня остается, я отдаю. Есть такие бедные люди. Следующая колонна 18-го гуманитарного рейса Ахметова отправится в Донецк уже в эту среду. Всего в апреле на Донбасс доставят полмиллиона наборов для выживания. Юлия Меншакирова, Алексей Черный, Павел Шемелев. События. Канал Украина.